друзья привет всем ночь на дворе и самое время заняться тормозами на volkswagen golf 2 немножко подремонтирую тормоза тормозный суппорт на нем скоба и сам суппорт два пальчика по которым гуляет скользит суппорт тормозной так вот один пальчик нужно пустить под замену а второй пальчик был утерян процессе простоя гольфа во время ремонта куда-то пропал неизвестно никак не могу нигде найти поэтому было решено купить новые пальчики и их воткнуть суппорт а старый естественно тот пальчик который под замену выкинуть и заменить еще резиночки с направляющими втулочками сейчас этим и займемся с вами вот он весь тормозной суппорт это скоба плавающая и она крепится двумя вот такими пальчиками раз и вот здесь 2 так вот вот этот пальчик у меня уже давно требовал замены вот это вот втулочка плавающая на болту она прикипевшие и не движется а вот здесь были сорваны и вот внутренние шестигранник поэтому у меня как бы была с ним проблема когда колодки меняешь откручивать суппорт вот и вот только сейчас я решил эту проблемку устранить так вот она вся скоба с суппортом вот здесь у него втулочка плавающий на резиновых вот таких манжетах вот этот нижний манжетик уже видно весь порванный изрядно ушатанный поэтому он тоже давно требовал замены вот но пока вот ремонтировал вот здесь вот все помпу менял горы менял пыльники гранат менял амортизаторы и вот в течение этого времени вот этот палец куда-то отсюда пропал остался только один на это фуфельный поэтому я купил новый ремкомплект вот такой вот комплект пальчиков с резиновыми манжетами значит что тут написано испании у него парт номер по бошу так давайте глянем упаковочку вскрыл а что здесь вот такие вот резиновые манжеты и вот такие вот пальчики втулочка и болт вот вся система нехитрая система вот вполне рабочие так а тут еще смазочка есть вот смазка прозрачная какая-то хрень так вот сейчас еще покажу одну болячку это на volkswagen распространенное явление вот видите колодки болтаются и на неровностях они вот так трясутся трещат и такое ощущение что как будто ходовки нет еще бывает так что вот здесь вот на скобе вот здесь на скобе бывает выработка или отгнивает вот получается ямка в данном случае вот я здесь чуток выработки и вот колодка тоже в этом месте болтается и стучит это когда скобочки не стоят вот такие вот скобочки которые немного слегка прижимают колодки суппортом и не дают им трястись болтаться вот когда таких скобочек нет то колодки вот так интенсивно здесь в скобе играют и издают неприятный такой стук как будто ходовка у вас я рассыпана нужно устанавливать вот такие вот скобочки сейчас вытаскиваем манжеты отсюда суппорта один манжете коротенький вот этот другой манжет побольше размера но естественно нужно тут все после почистить от грязи от пыли здесь все зачистить нужно так вот это надо вытащить короткая все уже манжеты здесь все порваны сейчас напильником зачистим вот эти вот отверстия тут это ржавчина всякая хрень есть что в этой дырке что в этой дырке так вот здесь зачистил и здесь зачистил слегка немножечко маслецом и вот эти вот вкладыши пластиковые вот они как лента нужно очистить от грязи вот это грязно вкладыш видите там внутри до хрена грязи вот он разрезной этот пластик вот сейчас его развернем и почистим эти сейчас протрем всю хрень отсюда уберем чтобы втулочка пальчик здесь скользил свободно ханил беспрепятственно сейчас опять закатаем в трубочку отлично и все вот эти вот одеваем манжеты в суппорт а сюда вставляем эти вставочки пластиковые длинный манжет на длинную сторону не перепутайте и все час вставляем вот все манжетик на маслецу идет хорошо плавненько она сухую он сюда не залезет а с маслецом все жаксы так и вот такой вот пластиковый вкладыш готово и аналогично сейчас второй манжетик тоже так вот так раз и все воткнули его сюда отлично сидит так ребята вот пальчики вставил я и болты тоже резиночки новые толстые и очень плотно сидят они сейчас пальчики он даже немного вот видите резиночку расперла но это из-за того что резинка не обсевшие не усевшие и плотно и поэтому от ее немножечко так с концов поддавила но это ничего страшного потом со временем резинка чуть-чуть подсядет обожмется и можно будет при следующей замене колодок подправить немного резиночку ну а так сейчас вот пальчики плавают и можно суппорт установить прикрутить на скобу поставил вот такие вот пружинки чтобы колодочки не звенели одна старая пружинка одна новая ну китайские пружинки они немного не по размеру больше чуть-чуть болтать но ничего страшного они прижмутся вот этими язычками к суппорту и будет все нормально накидываем супер вот и Продолжение следует... Готово. Теперь надо цилиндрик суппорта подвести к колодкам. Пару раз понажимать на педаль тормоза. Ну вот, все готово. Все отлично. Норма. Ремонт суппорта закончен. Теперь пальчики будут хорошо плавать, подходить и отжиматься будет суппорт хорошо. Ну а чуть попозже поменяю колодки, поставлю сюда новые колодочки и будет вообще все шикарно, все в шоколаде. Все парни, вот так меняются плавающие пальчики на суппорте. И теперь у вас суппорт будет ходить ровненько, плавненько, как отжиматься, так и поджиматься. И колодочки будут равномерно изнашиваться, не будет перекоса, износа на колодках. На этом все. Всем пока, удачи!